привет комментариях у меня спросили как создать собственную консольную строку и также сделать собственные команды для консольной строки относительно этого мы сильно не будем углубляться но давайте создадим хотя бы как минимум внешний вид нашей консольной строки пусть это будет vg-console зайдем сюда по стандарту кинем canvas-panel далее какой-нибудь overlay расположим данную строку вот здесь вот с таким вот размером сделаем нашу точку справа снизу и какой-нибудь давайте бордер кинем на него расширим по высоте по ширине сделаем черную черный цвет чуть прозрачности далее кинем здесь горизонтал бокс в этот бордер этот горизонтал бокс мы кинем текст бокс наш и батон это наша кнопочка которая будет нажиматься в батон мы поставим текст чтобы описать что это да так текст я не попал у батон мы можем по всей ширине растянуть текст бокс наш давайте сайста дадим фу батон текст настройку сделаем что он центре будет и давайте напишем пусть это будет цент и немножко пандинге настроим слева 30 справа 30 но я думаю достаточно текст бокс мы можем настроить цвет пусть это будет так бы ground cover давайте поставим чуть ближе к черному хотя я бордер поставил но и моего и здесь не принципе и не увидим это неважно мы можем выставить строку вот так и бордер как раз таки увидим но здесь нам особо ничего не нужно смотреть настроим текст размер шрифта пусть будет 80 я думаю нормально давайте пропишем текст так но принципе да как раз таки это будет видно так теперь наша консольная строка по сути готова настроим батон нам нужно создать получается event он клик либо пресс да то есть по сути в данном случае без разницы и чтобы нам создавать на готовом проекте когда вы билдите уже в shipping в вашем проекте консольная строка недоступна вообще ни в каком случае но если не настроить и какой-либо ассет либо какими-то иными методами как который мне до сих пор пока неизвестно может быть консольную строку и можно показывать создадим сюда давайте блог принт паншин ли брали пусть это у нас будет та структура которая будет нам выдавать какие-то определенные функции которые нам необходимы это не обязательно но я сделаю через нее пусть это будет консоль бифы его консоль зайдем и у нас создается функция 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 давайте пусть это будет fps называться функция то есть мы можем прям реально сразу написать функцию которая будет нам вызывать fps да допустим показ на экране и так далее это мы выполняем экзекьют консоль команд то есть эти команды они выполняются даже за билде на проекте то есть консольные blueprint консольных вот эти выполняются консольные не открывается но вот такая можно чтобы показать fps мы должны в команде прописать стат пробел fps все вот вот это уже у нас готовая по сути команда единственное что нам необходимо лишь создать обработку какую строчку нам записывать либо то есть какую строчку нам необходимо чтобы вызывалась эта консольная команда так давайте компайл сейф чтобы она появилась все таки у нас вызываем здесь branch сразу потому что он нам необходим будет и на true мы вызовем нашу функцию данном случае она называется fps то есть мы прописываем здесь fps и у нас сразу вот вытаскивается бифи л консоль которую мы создали и вот наша функция как мы будем обрабатывать обрабатывать нам необходимо включить показ текст бокс да то есть из в рейбл то есть мы должны показать чтобы делать обработки вытаскиваем сюда и здесь мы можем по сути вытащить get текст get текст и он у нас выдает то что мы ввели да то есть на данный момент текстовом варианте и просто делаем сравнение так ну давайте 3 при равно естественно мы подсоединяем в раньше здесь мы пишем мэй литерам текст чтобы просто задать необходимую нам строчку которые и будет обрабатывать это давайте команды которые мы будем обрабатывать консоль на допустим будем называть сети нижние подчеркивания в данном случае fps чтобы мы показали fps до либо fps он как-нибудь но это неважно просто главное запомнить необходимую нашу строчку я ее скопировал делаем компайл сохраняем и вы можете создать вызов вашей консоли в game instance в контроллере игрока либо в самом игроке но данном случае я просто сразу открою виджет на уровне блупринта уровня на begin play я просто повешу да какой не давай он по сути не нужен но я просто вешаю мало ли на всякий случай создаем trade виджет далее выбираем нашу консольную команду это у нас виджи консоль далее добавляем add to viewport ну и нам необходимо лишь подать мышку на экран и захватить нашу консоль так далее в данном случае мы пишем get player контроллер вытаскиваем set show mouse курсор ставим галочку мы можем не захватывать наш виджет но здесь особо просто даем input что у нас поддерживаться input и у ай давайте запустим наш уровень и как видите сразу 0,2 секунды прошло и у нас появилась консоль вы можете допустим естественно через project settings во вкладке input создать action mapping вызвать допустим какую-то консоль там название до выбрать какую-то вами любимую клавишу но в данном случае я просто напишу backspace естественно возможно тильда у вас не пойдет какие-то иные клавиши начнут тоже глючить но здесь уже поиграете какими клавишами вам вызывать консоль ну и естественно вы здесь также можете action event вызвать да и создать сразу виджет на виджет я не сделал ни никаких закрытий то есть и сейчас закрыть не смогу ну естественно в игру я тоже выйти не смогу смотрите ставим сейчас ту консольную команду которую мы ввели это сессии нижней подчеркиваю fps он нажимаем send и у нас появляется fps как раз таки то что мы хотели вызвать это то что нам необходимо по вызову так закрываем уровень то что нам необходимо по вызову допустим каких-то консольных команд то есть здесь вы можете создать иные функции там допустим пусть это будет пусть это будет shadow давайте напишем то есть тени да здесь вы можете вызвать консольную команду по теням допустим это r shadow так как а там называется quality да вроде и прописывайте циферку допустим единицу либо 0 вообще выключить наши тени я консольную команду особо точно не помню либо эра либо сикью вроде эту и другую можно использовать но это чисто по консольным командам также вы можете создавать функции которые будет влиять на персонажи допустим player стами надо как-нибудь естественно вы должны закаститься на игрока тесту и данном случае у меня здесь персонажей вообще нету ни одного персонажа нету да то есть вы каститесь какой-нибудь каст сделаю на что-то подобное да пусть это будет ваш черек да то есть так либо делайте по вашему получается контроллеру либо по вашему плееру делайте на него запрос и естественно вытаскиваете из него функцию либо изменение какой-то переменной также есть некоторые нюансы как вообще можно обрабатывать данном случае я показал просто прямую обработку да давайте сделаем что это похоже только мы теперь на false ставим другой branch просто если у нас это не равно вот этому тексту естественно у нас выходит на false и мы проверяем следующее какое-то значение пусть это у нас будет идите его текст бокс мы вытаскиваем также пишем get текст будем вообще переводить это стринговое значение ну и здесь есть некоторые прикольные штучки в стринге допустим сплит это не не скажем инициализирующая строчка данном случае это не то что инициализирующая строчка образно наш код будет представим что это то есть после вот этих букв либо каких-то элементов у нас разделяется строка на две структуры слева и справа но естественно слева у нас не будет ничего потому что это первый и второй элемент нашей строки с правой мы что-то будем делать тоже делаем наше сравнение снова я не то выбрал наше сравнение по строковое строковое значение ну и также мы делаем мейк литера string но либо копируем вот это то же самое только переводим его в стринговое значение вид переменной так скажем пусть w нижние подчеркивания и представим что fps будет либо мы можем прописать еще как то то есть если у вас много строчек каких-то вы можете вызывать определенные действия вот это то же самое что и здесь только мы будем обрабатывать нашу строку по-другому давайте w нижние подчеркивание fps просто это легче увидеть и как-то показать так fps у нас уже включенный давайте шоу fps и шоу fps выключим и запустим нет он у нас также включен но если мы наберем эту перемен нашу строчку fps наш fps выключится то есть если мы еще раз ведем он включится но естественно как обычные команды строки в данном случае что же мы еще можем сделать что вы можете вообще вызывать здесь уже что угодно вы можете прямо отсюда и краситься на нашего персонажа и менять какие-то значения это не запрещается я в данном случае просто сделал в библиотеку функции так но давайте снова вот это мы копируем это мы копируем так и вот это наверное тоже мы скопируем хотя просто скопируем а сейчас разберемся полус мы снова подключаем на другую это на другое действие и сейчас это мы убираем отсюда что можно еще сделать давайте вытащим получается такое действие как тоже из string мы можем получать есть такая но да мид образно это наше стартовое значение данном случае это если ваш стринге допустим находится вот давайте по виджету посмотрим раз два три 4 5 6 буков виджета то есть 0 это виджет буковка в естественно каунт она отчитывает от этой начальной строчки две ячейки допустим если мы напишем здесь в каунте 2 сейчас более конкретно мы это и посмотрим представим что здесь мы делаем наше сравнение снова не то вызываю делаем снова это сравнение допустим если вот эти первые две буковки в данном случае в и допустим равняется ю нижнее подчеркивание или допустим и в не это нижнее подчеркивание но здесь мы вытаскиваем три значения 1 2 3 если они равняются вот этим то мы выполняем какую-то какое-то действие мы можем прям отсюда эксекьют команд вызывать либо кастные персонажа и изменение его действий каких-то либо его значение сейчас давайте вытащим из string наш тот же самый сплит и сделаем так если вот эти значения мы вставляем инициализирующую строчку да так скажем то значение справа мы можем сразу подавать в команду уже весело как говорится и интересно сейчас это все проверим в действии так делаем сохранение компиляцию qw нижние подчеркивание я просто скопирую запустим нашу игру так вот давайте выключим тени чтобы у нас у деревьев не было теней да и вообще теней в этом проекте прописываем нашу строку вроде р-шеду quality если я не ошибаюсь цифра к 0 у нас должна отработать давайте до тени мы выключили то есть полностью тени мы отключили от проекта здесь вы просто создали то что возле вот этих трех буков либо каких-то знаков вы выполняете вот эту функцию чтобы нам вернуть снова тени давайте цифру 3 поставим это наши полноценные тени давайте посмотрим цифры 2 чуть-чуть какие-то изменения и чуть-чуть какие-то изменения вот если можно посмотреть тут пиксели начинают здесь чуть-чуть они размазыста здесь прям плавненько уже происходит ну надеюсь это вам как-то стало более-менее понятнее и необходимо а на этом все до скорой встречи всем пока